вот видите благодаря ребятам из коломы у нас наш вечер оказался не просто такой вот скучные ожидания ремня и запчастей на гелик наш вот можно сказать в общем у нас он уже макароны варится видите это одна порция там еще дальше а это тушенка только для порции с макароном просто свадьбу можно сыграть какую-то в карпатах поэтому вот мы ждем сейчас у нас сюда готовится и будем ужинать мы еще правда поедем за запчастями еще везут поэтому мы еще думают до ночи будем все ремонтировать но не без этого всегда так оно и происходит так что все это нормально так что вот так вот выглядит посиделки вечером ну можно сказать у костра да потому что костер вон дальше будет он куча бревен это маленький у нас даже окно в европу есть если вы видите у нас вот окно в европу и хейте там и там костер вот видео на у людей даже в палатках есть окно в европу сразу можете высунуть туда голову посмотреть что там творится все в общем у нас началось того что курить говорят от курить нельзя но раз сигара кубинская тогда можно вот я сейчас переключу на себя видите вот так происходит только а теперь прикиньте она все идет по кругу я буду коронавирус да не может конечно же немножко то и кто хочет osteовには коронавирус передается и коронавирус передаем дальше по карпатам ports после разогласия пока воду это релесений не вид 7 не ведь они ведь в один веселить charter не познавать classical когда я надеюсь инстеuan Toda холодри а carr ох все Я никогда в жизни не курил, это первый раз, можно сказать, что я курил. Ну ты уверен, уже. Просто не в тягу, так и, да, давайте. Как кальян. Больше, больше в тягу, дядь Миш. Да то ничего не мало. Я кальян не курил, Николай. Сейчас я разкурил. Чем ты хвалася, Миша? Я правильный. Я правильный. Вот так вот люди, видите, сушат себе спальники. Да, вот он хочет говорить, чтобы дырки у него были, и вентиляция была, чтобы ему не сильно жарко было спать вот. Миша, Миша, бачу, Миша. Дядь Миша там качает, что-то дует. А вот так вот начинается утро у настоящего джипера. Вы просыпаетесь и сразу, можно сказать, в резиновых сапогах. Перед вами патрол, который, ну, практически кусок грязи. Туман, в котором вы ничего не видите. И идет дождь моросит. Все. Вот так вот мы просыпаемся. Видите, оно вот льет и льет. Сейчас я вам покажу, как мы все спим. Вот. Там уже готовится какой-то кастрик. Вот наши палатки. Вот моя, в которой я спал. Сейчас секунду закрою, чтобы у нас тут ничего не намокло. Сейчас отключимся. И так, продолжаем показывать, как выглядит лагерь у настоящих джиперов. Вот вы посмотрите. Утро. Костер для того, чтобы сделать хоть что-то. Какой-то чай или кофе, погреться. Я вам покажу царские хоромы дяди Миши. Я сейчас покажу. Потому что там у дяди Миши просто автономочка. Температура я просто, ну, тут вещи сюда не доберемся. Вот здесь вот. Вот вы посмотрите, как у дяди Миши. Посмотрите на эту красоту. О, здесь автономочка, которая маслает всю ночь. Дядь Миша ее не выключает. Здесь вся красота, которая должна быть у каждого джипера. Это вот все продукты питания там. Кружечки. О, здесь вся посуда. Вся красота. И вот так вот, видите, вот. Вот просто. Вот. Ну, просто шик. Шикарные. Шикарные автомобили экспедиции для путешествий. Все. Дом, в котором можно жить. Да. Домяночка. Поэтому вот так вот дядь Миша у нас ночевал. Серега вот в этом патроле тоже все равно поместился. А мы в палатках спали. Леша тоже в своем патроле. Ну, пацанов здесь. Вы видите, что творится, да? Это, ну, как вам сказать. Это гелик. Все. Вы вот благодаря этому видео теперь сами все понимаете. Вот так выглядит гелик в Карпатах. А вот так выглядят тойоты и патролы, которые просто стоят себе и все. Так, а вот так, посмотрите, вот даже в каратыше патроле джиперы умудряются спать. Вы посмотрите. Короткий патрол. Добрый ранок, да? Да, вот, посмотрите. Ука-колу нать маем. Серега еле помещается сюда. Посмотрите, высота. Вот я практически рукой могу достать. Но... Но ничего, зато тепло. Зато вдвоем, смотрите, спокойно они сюда помещаются и спят. Поэтому... Матрас, смотрите, практически из дома где-то с дивана сняли. Одеяло, спальники. Так что вот, видите? Да, короткий патрол вот сбоку вам покажу. Но в нем спокойно можно спать и поместиться всем, если было бы желание. Все, закрываю, потому что дождь идет. Да, давай, приятный. Наконец-то дождь закончился и мы начали собирать наш лагерь. Посмотрите, какой на нас спустился туман. Вот, с вершин гор он начал двигаться в нашу сторону. И мы сейчас просто как в каком-то, не знаю, заколдованном лесу получаемся. Эта часть у нас еще не в тумане. Вот, вы посмотрите, мы еще собираем здесь наш гелик. Дядь Миша как Ленин на броневике. Ребята тоже к нам приехали, начинают травить колеса. Но посмотрите, какая сказка, такая красота получается. Вот еще к нам ребята тоже подъехали. Сейчас мы пока пособираем все бутылки, весь хлам, все, что у нас осталось здесь от нас. Часть какую-то спалим, часть какую-то заберем обязательно с собой. Ну и вот такая красота. Вот такая красота. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... сейчас закончат я вам покажу вот мы на ту гору не поднялись вы поняли на сиськи елики елики уже просто вред снимай говорит на снимаю потому что у нас горит них ренаны робот же вы все в этом елике ничего не работает не омыватели не генераторы вообще ничего поэтому могу сказать я ничего не буду говорить просто вот они едут до зале хорошо хоть едут потому что мы постоянно что-то чиним ремонтируем так и есть просто лишь прямо есть поколе ничего не делай туда выйдешь давай едет проезжать чуть вниз туда еще туда руль туда туда что ты не разбортировался вот еще 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 все теперь на меня дома а ты пройдешь там пенек большой стоп назад лучше сдай сдай назад и вправо руль до упора вправо еще 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 да еще можно сдавай антон дослуги аж вижу все это просто пенек декористик и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Короче, мы не смогли подняться без блоков. Вы видите, какая трава просто и глина и болота. И ждем сейчас, чтобы елики у нас поднялись выше, объехали нас. Они будут ехать сейчас на меня вот так вот-вот. А мы уже за них будем лебедиться. Они на блоках, мощи хватает. И резко опустился туман. И мы, смотрите, вот так вот лебедочка через трос. Немного еще одной лебедки. И поднимаемся наверх. Вот так потихоньку на лебедке. Продолжение следует... Раз меньше. Погода меняется каждые, не знаю, 15-20 минут. Вот только что мы стояли, у нас все красота. Солнце было, все вершины видно было. Сейчас просто ливень маленький. Туман спустился мы на вершине. Только что были нам вообще метров 20 спереди. Мы ничего не видим уже. Это Карпата. Хороший такой подъемчик, как вы видите. У нас спуск. Да. Ну, у нас спуск, да. Поэтому мы по мокрым камням. Хорошо, чтобы сейчас ливень этот перестал лить. То есть мы аккуратненько потихоньку спускаемся. Вот, я не знаю, камера этого не передает. Жаль, что нету кренометра в машине. Но такой, я вам скажу, спуск хороший. А мы сюда и поднимались, и спускались. Поэтому он проходной. Не тот, по которому сейчас едет Миша, видный. Они до сих пор там еще рубятся. Там реально такой стрёмный, что... Я не знаю, я туда не поднялся. И я знаю, что туда не так и много автомобилей смогло туда подняться. Но у них сейчас заряженные машины. И я думаю, что они смело это все пройдут. У нас, видите, какие камни. Мы аккуратненько спускаемся. Короче, у нас новое приключение на нашем телике. Тут, видите, УТВшки уже стали. Не могут проехать. Мы им пробку создали. Они думают, вот видите, маленькой лебедочкой помогают нам. Спасибо и за это. Спасибо, мужики. Но сейчас мы посмотрим, хоть что у нас тут. Что? Слизало и полностью? Чтоб ты понимал, да. И что мы будем делать? На гайку просто. Нет, так ладно, то слезало. А там есть хотя бы резьба? Да, на гайке, видишь? Так, у нас получается крепление клюшки, которое держит задний мост. А тупо слезало гайку. Я не знаю, мне на видео нужно сказать, что у нас только не ломалось. Вот что, давайте. Есть? Давайте вот так. Все вопросы кантону. Все кантону, я понял. Все кантону. Антоха, смотри, я снимаю видео, ты мне сюда ложишь вот так вот сотни, и я говорю, какой классный гелик. Или нет, скажи людям, которые хотят купить гелик, что им нужно иметь с собой в Карпатах? Что им нужно с собой иметь? Давай перечислить. Устать гелик. Что мы сегодня поменяли? Мы все ролики поменяли. Три ремня, а помпу поменяли. Что мы еще сегодня сделали? Генератор накрылся, блядь, омыватели не работают. И мост чуть не потеряли. Вон, и то у ТВ-шки спасают нас благодаря, вот видите, что мы бы и делали, мост вообще ушел назад. Так, вот видите, клюшка просто выпала с места крепления, где она заходит в проушину, и гайка, которую я держала, она просто выпала. Да, в жести. О, а топор петтягивает. Петтягивает, Марьян. Все, встала на место. Так там даже ушло. Все, стоп, ничего не руби. Ничего не руби. Все, берегай. Тебе, что можешь натяжечку дать, чтобы оно на место... Не-не-не, оно нормально все. Встало на место, да? Целинблок вот дай. Ну, блядь, я сейчас... Ты в комбинзоне, сам. В комбинзоне, блядь, готовый, ёпки. У меня белюры, что-нибудь... Дайте ему туда какие-то каремат, чеша. Вот такого вот мы еще не встречали, видите, у нас местные жители перегоняют коз, я так понимаю, с одного паспища на другое. И вот эти... В общем, один киней. В окружении коз, вы посмотрите. Стадо коз. Два пастуха. Где-то должны быть собачки, которые их охраняют. Козы вот тут же смотрят, но нас и не поймут, что это происходит. А вот и собачки охранники. Короче, у нас тут маленькая такая преграда. Вы видите, из бревен, досток. Чуть-чуть назад. Леш. Да, смотри, ты просто застал, ну, завис. Сдай еще чуть больше назад. Я скажу, когда стоп. Еще еще стоп. Ой, теперь ходом. Ой, теперь ходим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приводим себя в порядок и завтра уже будем ехать на Киев. Так что вот он, Туринский перевал. Вот оттуда мы финишировали. А вот сюда можно подняться на Синеверх вот этими маршрутами туда.